Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире состоялось очередное заседание правительства Республики Западной Армении. Мы азербайджанцы, как это понимать? Министр иностранных дел Арцаха о выдаче паспорта гражданину Арцаха в Армении с надписью «Степанакерт Азербайджан». Дом музея Ашуга-Дживани в селе Корцах можно будет посетить онлайн. Конгрессмены США призывают Азербайджан немедленно освободить пленных армян. Арабские страны намерены восстановить полное участие Сирии в Лиге Арабских Государств, сообщает Лавров. Тонны мусора были вывезены из исторического канала Шамирам Западной Армении. Армянские культурные ценности были представлены в региональном центре ЮНЕСКО. 16 марта под председательством премьер-министра Седы Меликян состоялось очередное заседание правительства Республики Западная Армения с участием президента Республики Армянака Абрамяна. Повестка заседания включала шесть вопросов, четыре из которых не освещались, а один был тайным. Перед тем, как обсудить вопросы повестки дня, премьер-министр затронул ряд организационных вопросов. Годовой отчет о деятельности был представлен министром иностранных дел. Напомним, сегодня состоится очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. В интервью газете Аравот министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян придал большое значение сохранению Арцаха как отдельного субъекта, отметив, что работы в данном направлении необходимо усилить. Наблюдения Аравот о том, что аппетиты официального Баку настолько возросли, что президент Азербайджана, например, неоднократно заявлял территориальные претензии к Армении, демонстрируя свои амбиции в отношении Сюника, используя формулировку «Зангизурский коридор», причем в отношении других стран. То есть они считают тему Арцаха уже закрытой, и сейчас они переходят к Сюнику. Азербайджан проводит четкую политику, и никаких контрмер с нашей стороны нет. Наш собеседник отметил следующее. Тогда это просто заняло наше внимание. Но это не значит, что они сдадутся, а мы откажемся от нашей субъектности. Даже мельчайшие детали могут иметь здесь большое значение. Например, я задаю вопрос той полусумасшедшей женщине, которая сказала, что Шуши был их. Как мы поняли, она была обычным гражданином. Не понимала, была неграмотной и так далее. Но для нас непонятно одно. Например, в республике Армения, когда гражданин Арцаха получает паспорт по рождению, в его паспорте написано «Степанакерт Азербайджан». Мы, азербайджанцы, были даже люди, получившие такие паспорта после 44-х дневной войны и получившие паспорт с надписью «Степанакерт Азербайджан». Как это понимать? Пишет ли Алиев Кириван республика Армения, если речь идет об армянах по происхождению? Напишите «СССР», почему вы пишете «Азербайджан». Дом музея Ашуга Дживани в Карцахе можно будет посетить онлайн. Это единственный музей в Джавахете, который можно посмотреть в онлайн-режиме. Цель данного проекта – позволить людям всего мира беспрепятственно прикоснуться к армянскому искусству. С декабря 2020 года запущена армянская версия сайта дома музея Ашуга Дживани в селе Карцах. На данный момент готовы, но не запущены русская и английская версии сайта. Идет процесс создания грузиноязычной версии. Возможность посещения музея онлайн на сайте создана по программе создания онлайн-музея Дживани. Программа основана по инициативе Фонда поддержки Джавахети и при финансовой поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Официальное открытие сайта состоится, когда запустят все четыре языка. Посещение музея бесплатное. На сайте есть онлайн-магазин, где продаются разные сувениры, которые сделали дети с ограниченными возможностями из гюмри. А также сувениры с тематикой Ашуга Дживани. Сопредседатели Палаты представителей США Адам Шиф, Гус Билли Ракис, Фрэнк Палоне, Дэвид Уолдо и Джеки Спир 16 марта представили резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных, сохваченных во время войны 2020 года в Арцахе. Резолюцию поддержали 31 член Палаты представителей. В заключительной части резолюции говорится. Палата представителей. Первое. Призывает Азербайджан немедленно освободить всех армянских военнопленных и пленных мирных жителей. Второе. Настоятельно призывает Госдеп США работать с Азербайджаном на всех уровнях, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Чтобы продемонстрировать свою приверженность выполнению своих обязательств в соответствии с Декларацией международного права от 9 ноября о немедленном освобождении пленных гражданских, а также военнопленных. По словам Белиракиса, решение Азербайджана задержать выдачу армянских военнопленных через несколько месяцев после войны является явным нарушением международного права и Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал во вторник по телефону главу МИД Сирии Фейсала Мигдада об итогах недавней поездки в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар. Как передает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ. В разговоре с Мигдадом Лавров отметил укрепляющийся в арабском мире принципиальный настрой на восстановление полноформатного участия Сирийской Арабской Республики в работе Лиги Арабских Государств, сообщили в ДИП-ведомстве. Также со стороны обсудили ситуацию в Сирии, в том числе рассматрив вопросы подготовки 6-го заседания Межсирийского Конституционного Комитета в Женеве. Около двух тонн мусора было собрано в историческом канале Шамирам в рамках программы по очистке окружающей среды, инициированной муниципалитетом Ипекиолу, провинцией Ван, Западная Армения. А среди граждан были распространены информационные буклеты. Местные жители отметили, что много лет назад в канале было столько чистой воды, что они пили оттуда, что в канале обитала рыба. Они призвали всех встать и защитить этот исторический канал. Горожане также поблагодарили муниципалитет Ипекиолу за проделанную работу. Под эгидой ЮНЕСКО региональный центр охраны нематериального культурного наследия Юго-Восточной Европы запустил проект «Дни нематериального культурного наследия», в котором представлены элементы, еще не включенные в репрезентативный список государств-членов ЮНЕСКО, включая Армению. Целем проекта были эффективное сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, передача ценностей из поколения в поколение и их вдохновение. В рамках проекта «Дни Армении» были представлены армянская вышивка, художественная обработка дерева и съедобные растения, отдельно затрагивая особенности каждого элемента. Далее для вас ансамбль Шохакан «Иммурадынь». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok